Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы продолжим говорить о книге Бытия, обратимся сейчас к 30 главе. В 30 главе продолжается роман об Иакове и его женах и, соответственно, его детях. В предыдущей главе мы видели с вами, что Бог призрел на обиду Лии, которую муж не любит, и Лия родила ему сыновей. А вот дальше продолжается все та же коллизия в 30 главе. И здесь немного подобно тому, что было у Авраама и Сары и Агаре. Здесь с изменениями соответствующими. Вот Иаков, его две жены, одна рожает, другая не рожает. И Рахиль позавидовала сестре своей. Ну, что делать? Да, и там можно понять. В конце концов, тоже не об этом рассказывается. Наверное, не это для составителя важно. А важно, что Рахиль позавидовав, как теперь говорят, предъявляет Якову. Говорит ему, дай мне детей, а если не так, то я умираю. И, ну, понятно, что Яков сердится и говорит, я тебе что, Бог, который не дал тебе плода чрева? Вот читатель-то предполагает, что Яков попробует как-то с Богом договориться. А он, похоже, в общем, этого не делает. И это дело, которое решает Бог, и только Бог. И отказывается, в сущности, вмешиваться в проблему. И дальше мы видим, что служанка там в предыдущей еще главе, выдавая дочерей замуж, каждый из них, их отец Лаван, предал в преданное некую служанку, каждый свою. Ну, хорошо. Похоже, что про служанку это своего рода эвфемизм, и Яков оказывается вполне себе господином Гарема, в котором две жены законные, ну, а там их служанки, в кавычках, скажем, занимают подчиненное положение, имеют меньше статуса. Одним словом, вот служанка моя Валла, войди в ней, пусть она родит на колени мои. Похоже на то, как было с Авраамом и Агарьем. Такая вот архаичная деталь. Если служанка родит, ну, нужный момент, нужно, чтобы Рахиль оказалась рядом и родит на колени Рахиля, то будет считаться этот ребенок ребенком Рахили. Ну, хорошо, ладно. Тоже для современного читателя подобного рода ухищрения выглядит очень и очень странно, потому что ты можешь родить на колени Рахиля или на колени Ивана Ивановича, но кто, мать, ребенок, все равно понятно. Ну, ладно. Тогда думали и действовали так. И поэтому вот Валла, служанка Рахиля, рождает еще сына Иакову. Тем же путем идет Лия, и ее служанка рождает Иакову сына. И, в общем, этот клан множится и множится, и детей, сыновей, собственно, становится все больше. И дальше еще вот такой момент, когда старший сын Рувин, старший сын Лии, там некий фрукт, здесь написано «мандрагоровые яблоки». Трудно сказать, что имеется в виду. Некий фрукт находит в поле, вот Рахиль просит Лии, Лии говорит, ты мало того, что мужем моим завладел, еще и мандрагоры мои тебе подавай. Ну, и, соответственно, они договариваются, что там вот в это время Иаков в этот день будет ночевать в шатре Лии, а не в шатре Рахили. То есть тоже очень все драматично, там за спиной Иакова, вот там его делят просто буквально как имущество. И опять, с самого начала главы, вроде как о Боге нету речи. И в этих всех сложных социальных взаимодействиях в полигамной семье, которые перед нами разворачиваются, Бог вообще не упоминается. Но возникает снова этот разговор. Вдруг оказывается, что Бог где-то вот все время рядом и действует. в тот момент, когда Иаков идет в шатер к Лии и услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакова Пятого сына. Вроде как по тексту мы видим, что Лия ничего особенно и не говорила, но вот Бог услышал. Возможно, что слово это для авторов, по крайней мере, означало больше, чем мы думаем. призрел на Лию, услышал, заметил, оценил ее усилия, ну, вообще как-то не отстранился, услышал не только о словах, которые человек к Богу обращает и, соответственно, реакции Бога, а вот может быть отчасти разговору о том, что Бог бодрствует над принадлежащими ему людьми и преданными ему. Ну и вот Лия рожает и говорит, Бог дал мне возмездие. И еще шестого сына она родила и потом еще и дочь. И только после этого вспомнил Бог о Рахилии услышал ее Бог и отверз утробы ее, и она родила Иосифа. Ну, хорошо, вспомнил Бог о Рахилии. Ну, собственно, весьма вероятно, что для составителя интерес представляли вот все эти потомки Иакова Иакова если, скажем, авторы первой половины книги бытия Элохист или Ехвист написали бы просто родословие, просто список потомков. Вот список потомков Иакова от Лии и от Рахили. И заняло бы это две строчки. то тот автор, которому принадлежит вот этот рассказ, он действительно сочиняет подробно с поворотами сюжета, но с содержательной точки зрения информация вся та же самая. Ну, и вторая половина главы с 25 стиха содержит такой рассказ о хитроумии, пожалуй, Иакова, или, можно по-другому сказать, рассказ о великом селекционере. Потому что он говорит, Иаков говорит Лавану, все уже я тут тебе отработал особенно за все и за одну жену и за другую, за эту семь лет, за эту семь лет и еще шесть лет за имущество. В итоге, в конце концов, Иаков отработал 20 лет у Лавану, это вообще-то огромный срок, огромный. Ну, и отпусти меня, говорит Иаков. И Лаван ему отвечает, смотрите, как, Лаван не хочет его отпускать и говорит, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. То есть, потому, что ты здесь, Бог меня благословляет. Это можно очень по-разному оценить, трактовать. И вообще, тоже нашли волшебный амулет. Да, волшебный амулет, потому, что ты здесь, Бог меня благословляет. Лаван в данном случае не уточняет, то ли это результат трудов Иакова, то ли Бог определенным образом относится к Лавану, потому, что Лаван, так сказать, терпит этого Иакова. Здесь действительно в этом романе очень прозрачно говорится о том, что отношения между Лаваном и Иаковом далеко не безоблачные и, в общем, можно предполагать много всякого. Но это совершенно на самом деле. Для читателя, который читает Библию, а не древний роман, это все не имеет почти никакого значения. Значение имеет только то, что может относиться к идентичности Израиля и к вере Израиля. Ну, вот, Иаков говорит ему, Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома? Ну, вот, дальше они договариваются и предлагает Иаков разделить весь скот на скот с крапинами или однотонный, пятнистый или соответственно однотонный. И вот расходятся эти стада лавана и они договорились, что хорошо, ладно, все, что будет через год пятнистая, то будет твое, а что будет не пятнистая, то будет мое. И Иаков делает некое какое действие, берет тополевые палочки, кору на них там, значит, обрезают, получаются они пестрыми, он там раскладывает в коробушке скота, скот начинает рожать пестрых. Ну да, у них было плохо с законами наследственности, с популяционной генетикой, поэтому им приходилось прибегать вот таким средством. Но это именно технология такая полуколдовская, полу естественная, там суть в том, что в голове у человека такое, что мне нужен скот крапчатый, вот дадим им пестренькие эти самые прутики. А если дать прутики не пестренькие, то потом что будет соответственно не пестренькое. Вот для этого он там все обрабатывает. И в результате действительно рожает тот скот пестрый, крапчатый, предназначен соответственно в наследие, в уплату Иакова. Но он хитрец, когда начинает, написано, скот крепкий, он кладет эти свои пручки. А когда начинает скот слабый, не кладет. И в результате доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. Ну вот методы массового отбора в селекции пород скота, прям как по учебнику 10 класса в разделе селекция. Вот так. Предполагается, что хитрость Иакова даст ему возможность сильно разбогатеть и получить от Лавана соответственно вознаграждение. Получать-то он получает, хотя это ему не проходит безнаказанно. Вот такой этап биографии Иакова, такая часть романа о его судьбе попала в эту главу. Продолжение следует...